В Екатеринбурге 9 часов 20 минут. Доброе утро! Мы находимся в Дабл Грилль Бар на 8 марта, 8 б. Всем привет! Доброе утро! У нас сейчас на очереди рубрика «Перепел и перепелка». К ней, собственно говоря, и приступим. У нас очередное живое выступление, конечно же, как по традиции и сложилось. Перепел. И перепелка. Ну и вначале, естественно, к оригиналу. Как без этого? Сейчас та самая красивая, хорошая группа собирается, которая будет «Перепел», мы же пока к оригиналу приступим. Итак, это, пожалуй, одна из самых известнейших рождественских песен на английском языке. Она написана, самое интересное, в очень знойный июльский день, казалось бы, о Рождестве и в июльский день. В 45-м году прошлого века. Написана она поэтом Сэмми Каном и композитором Жюлем Стайном. И за годы своего существования было исполнено огромным количеством музыкантов. Только официальных перепелов, знаете, сколько? Сколько? 408. Ой, че-то! 408 официальных перепелов. С ума сойти. Ну, первому эту песню исполнил Вон Монро. И именно в его исполнении мы и вспомним, что это за песня такая. Вспоминаем. О, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Я хочу обратить внимание, это 45-й год. Да будет снег, сказал электрик. Да будет снег, да. Let it snow сегодня в оригиналах и, естественно, в перепелах тоже. А вот в перепелах сегодня ансамбль старинной музыки «Харал». Доброе утро, друзья. Привет, ребята. Ну, поздоровайтесь хотя бы. Привет. Здравствуйте, здравствуйте. Я ваших голосов не слышу. Вот, я так понимаю, у вас два по три. Трио мужчин и трио девушек. Доброе утро. Давайте познакомимся. Вас, как молодой человек зовут? Здравствуйте, меня зовут Игорь. Игорь, очень приятно. Вас? Меня Роман зовут. Роман? Опять Игорь? Опять Игорь? Роман? Людмила? Таня? Таня? Наталья. Наталья. Это все ансамбль старинной музыки «Харал». Собственно говоря, о ней представляю сегодня и перепел. Ну что, друзья, вам слово, прошу вас. Под аплодисменты наших зрителей. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Браво! Спасибо большое! Это был перебел сегодняшнего дня. Ансамбль старинной музыки «Харал». Кстати, вот этот самый ансамбль приглашает вас на рождественский концерт, который будет проходить 25 декабря в 19.00 в актовом зале Уральского федерального университета. Проспект Ленина, 51. Заходите. Почувствуй себя, в конце концов, в Рождестве. Ну что, друзья мои, самое время поставить оценки, если они будут, конечно. Спасибо огромное! Еще раз аплодисменты, депутаты! Гражданка Никанорова. Да, с удовольствием. Трудно, конечно, оценивать музыкантов, их работу, вот когда они здесь, рядом. Сейчас, они, правда, спиной ко мне повернулись, и, ну, видимо... Да ничего страшного, нормально. Стойте спиной, она привыкла, нормально. Тем самым они облегчают мне задачу, потому что, глядя в глаза, критиковать, я не буду. Я не буду критиковать. Критикуй в другое место. Конечно. В спину. В спину, как этот кинжал тупой и грязный. На самом деле, я не буду говорить ничего плохого, потому что мне очень нравится. Это очень традиционное, это очень привычное исполнение, и это очень новое для нас. Потому что у нас такого еще не было. У нас, по-моему, ни разу не было акапельного перепела. Нет, ни разу. Живую не было. Живую не было. Я не помню, честно говоря, и чтобы вот в записи мы кого-то поставили. А я тебе напомню. Напомнишь? Да. То есть было? Было. Ну, вот короткая девичья память. Ну, ничего не поделаешь. На самом деле, мне очень нравится, когда мы выходим за рамки какие-то привычные и даем нашим слушателям узнать некоторым, а некоторым вспомнить то, что есть еще. Потому что мир музыки настолько огромен и разнообразен, и многогранен. И, в общем-то, каждая грань достойна уважения и внимания. И я с огромной благодарностью хочу обратиться к ребятам из ансамбля «Харал» за то, что они так здорово исполнили вот эту старую добрую песню. Они действительно подарили вот рождественское волшебное настроение. И, конечно же, я поставлю пять вам. Принято. Спасибо, Владимир Александрович. Ну, меня всегда радует в вокальных ансамблях одна вещь. Если кто-то заметил, в самом начале выступления дали тональность. Слышали все, да? Вот и после этого начинается чудо. Объясню, почему. Сам получал музыкальное образование. И скажу честно, когда мы в музыкальном училище пытались петь многоголосие, я имею в виду музыкантов, то есть инструменталистов, это был, да простят меня все ревнители чистого русского языка, но это был жопкин хор. Честно. Вот откровенно. Здесь мы имеем дело с совершенно другим уровнем исполнения. Я, честно говорю, я очень хотел щелкать пальцами вторую долю. Но я знаю, что у вокальных ансамблей есть такое понятие ретенута, когда вы можете первую долю оттянуть и так далее. Утянуте? Да, утянуте, да. Если хочешь, пожалуйста, нет проблем. Ты себе вообще блещешь, я заметил. Аккуратнее, мы скотч-то принесли. Да, здесь ты скотч, вот, недалеко где-то лежит. Ребят, спасибо вам огромное. Я ставлю пять без разговоров. Сразу пять огромное. Большая, большая, жирная пятерка в дневнике. Давайте шесть поставим, чтобы на всех хватило. Да, хорошо. Из наших присутствующих гостей, давайте кто-нибудь тоже выскажите свое мнение. Ну, имейте в виду. Вы не выскажитесь, в эфир люди не попадут. Алена, вот я видела, как ты оживилась, когда услышала первые звуки этой песни. Выйди, скажи, что ты думаешь по этому поводу. Вот там микрофончик есть переносной. Дайте, пожалуйста, девушки. Любой, конечно. Любой. Я на самом деле вообще обожаю эту песню. Просто спасибо вам, ребята. Когда такой живой звук, я даже не сразу осознала, что вы пели акапельный, если честно. Ты думала фонограмма стоит? Примерно. Принято. Спасибо большое. Ну что, ребят, вас теперь придется прийти ко мне на студию и, видимо, записаться. Да, я думаю, что они будут не против у тебя записаться. Чтобы мы вас, естественно, поставили в эфир. Спасибо огромное. Это был перепел сегодняшнего дня, рубрика «Перепел-перепелка». Через пару мгновений на 104.5 FM зазвучит Криденс. Да, да. На самом деле, в эфир немножечко распелись. Без распевки вышли. Ну, сейчас поем в полную силу. То есть это вы еще не старались, да? Да, мы не старались. Мы просто так распелись в прямом эфире. У нас есть две композиции для вас. Одна тоже. Они обе очень известные. Вторая, я думаю, вам больше именно русской души потянете вместе с нами. Мы все испортим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Детишко Субтитры создавал DimaTorzok